Думай Друзья, всем здорова! Наконец-то, наконец-то наступил этот день, 21 мая. Закончился запрет вчера и уже с сегодняшнего дня можно выплывать на лодочке, делать уже полноценные сплавы и полноценные рыбалочки с лодки. В общем, приехал я в Запселье, буду отсюда стартовать. Куда доплыву, честно говоря, даже не знаю, так как вода высокая еще, течение тоже такое сильное. Меня, походу, пронесет за эти три дня, может даже до Сум доплыву. Вряд ли, конечно, все может быть. Погодка замечательная, планируется на эти три дня. Солнышко, местами пасмурно, дождей не обещают. И самое главное, самое главное, что не будет ветра. То есть рыбалочка будет комфортная. Вот это вот самое главное, как я люблю, в общем. Так что, друзья, приглашаю вас вместе со мной, так сказать, посетить этот сплавчик. Со своей стороны постараюсь сделать картинку максимально красивой, реалистичной, качественной. Ну и, конечно же, максимально рыбной, чтобы побольше было рыбы в кадре. Приехал я за головлем и за щукой. Есть здесь хорошая рыба, трофейная рыба. В общем, буду за ней гоняться. Ну а с вашей стороны, друзья, попрошу поддержать меня подпиской, лайком, комментариями. Возможно, кому-то что-то не нравится в моих видосах. Милости просим в комментариях. Любая критика приветствуется. Так что все. Желаю вам приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее и начинаем наш сплавчик. Погнали! И вставай с колен, и вставай с колен. Кроме таких, как ты, здесь нечего терять, нечего терять. Мы вышли из воды, чтобы опять нырять, опять нырять. Близкие по духу те, кто верит, те, кто помнит. Не покинут судно, даже если оно тонет. Не уйдут из вида у подножья горизонтом. Мы вместе все уже давным-давно. Зарываться глубже, чтоб достать как можно выше. У любви и дружбы обособлены нынче. Невзирая на успех и шквал аплодисментов, Снимай свое правдивое кино. Верить чудесам, и ничего взамен, ничего взамен. На землю день бросай, и вставай с колен, и вставай с колен. Ну что, друзья, уже выплыл. Сейчас собираю спиннинг. Соберу, наверное, один спиннинг. По головлю пока не буду. Соберу свой скай, и буду рыбачить на щуку. А уже, возможно, завтра или сегодня вечером Соберу подголовля, переключусь на головлика. Посмотрим, если щучка будет поклевать, то, в принципе, буду щуку ловить. Все. Одеваю свою любимую кепочку. Многие писали, что она подранная уже, затертая. Ну да, оно так, что нужно заменить ее. Ну, сколько она уже лет прошла со мной на рыбалочках. Она уже моя любимая. Так что не поменяю ее ни на какую другую. Все, друзья, начинаем рыбалку. Вот такие здесь, друзья, красивейшие места. Плыву, наслаждаюсь красотами. Ну, пока рыбка как-то не особо хочет клевать. Возможно, уже она с утра покушала. И в следующий раз кушать она будет непонятно когда. Ох, есть. Есть поклевка. Первый щупак, но небольшой. Ну, есть. Ох, какие свечки делает. Такой полкилограммчик где-то. Щупачок. Так, ну, этого отпустим. Взял на EasyShiner 3,5 дюйма. В самом берегу буквально. Поклевочка случилась. Тихо ты, резвый. Тихо, тихо, тихо. Я сейчас выпущу. Стой. Вот такая, друзья, щучка. Где-то грамм 400, наверное. Приманочка EasyShiner 3,5 в таком фиолетовом цвете. Такая щучка. Так. Сейчас. Тут у меня линеечка есть. Он так чисто ради интереса приклеил. Сейчас ее замеряем. До конца хвоста 46 см. Брать можно 35 см. То есть, по сути, щучку взять можно эту. На уху, возможно, возьму. Непонятно, что там будет, рыба еще или нет. Сейчас взвешу, интересно. Ну, грамм 500, я думаю, есть. На уху как раз возьму. Сейчас взвесим щуку. Вот такая еще более-менее упитана. 620 грамм. Я думал, поменьше, честно говоря. 620. Для ушечки вообще самое оно пойдет, цакая. Так, друзья. Даже забыл сказать по снастям. Взял сегодня два. На этот сплав взял вообще два спиннинга. Честно говоря, долго думал, выбирал, какие брать. Три брать, это вообще горячка. Взял два спиннинга. Тоже решал между твичем, джигом, какой брать воблера или резину. В общем, решил воблера вообще не брать. Взял джиговый спиннинг. Это скай мой до 14 грамм. Сейчас вот на него ловлю еще этот. Ну, уже поймал одну щучку. И по головлю взял второй спиннинг. Это вайпер. Это Zetrix Viper. Ой, Zetrix, говорю. Что-то у меня постоянно Zetrix, Zetrix. Zemex. Zemex Viper. До 5 грамм палочка. Тоже вот, ну, еще не разматывал. Сейчас тут такие щучьи места идут. Как бы, смысл особо. Не, есть, конечно, голавль. Ну, дальше вот там пойдут вообще по головлю зачетные места. Там уже, как бы, щучью палочку отложу. В стороночку. И уже поставлю, размотаю головлиный спиннинг. И буду чисто по головлику упираться. А пока, щука. Кстати, ловлю на скрутке. Этот, думал тоже флюр ставить. Ну, толстого флюра у меня нету. А 0,45 как бы ставить, если какая-то мамка будет, то, ну, она его срежет точно. А, как бы, скруточка это надежно. Возможно, будет меньше поклевок на скрутку. Ну, зато, если будет хорошая рыба трофейная, то я ее должен взять у идеи. А, на флюр цена надо, как минимум, ставить 0,7, но у меня его нету. Ух, поклевка была, блин. Не зажрала. Поклевка точно была. Походу, мелкий щукерс. Сейчас проверим. Да, какой-то мелкий. Новые порезы есть на силиконе. Вторая поклевочка и мимо. Ну, уже радует, как бы, тоже за сколько? Сейчас вот где-то 11 часов. И до обеда две поклевки было. И какой-то еще один тоже невнятный тычок был. Но я не уверен. Так что щучка есть. Ну, пока не крупная. И стоит по затяжкам. По руслу вот, ну, пробую джиговать. Как бы, не особо получается, конечно, джиговать. Ну, и поклевок нету. А вот где-то в затяжок кидаю и в затяжках есть поклевочки. Ух, поклевочка была. Да, была клевака. Даже резину взбила. Что там за рыба непонятно. Взбил кто-то. Работает. Изик. Три с половиной дюйма. Фиолетики. Так, ну что, друзья. Сейчас уже время к часу идет. Решил я перекусить быстренько на вот этом затоне. На который заплывал только что. Поджиговал. Как бы на ямке поклевочек не было. Заплыл сюда в вершину. Покидал тоже силикончиком, воблерками. Была одна поклевочка на равномерочке. Ну, такое непонятное. То ли окунь, то ли щука. В общем, непонятно. Сейчас вот в этом затяжке как бы ветра нету особо такого. Сейчас хочу быстренько мивину сварю. Там с бутербродиком перекушу и поплыву дальше. Ух, поклевка. А, блин. Сошла. Не засеклась. Мелкая была. А, промазала вообще. Ударила в скрутку. Скрутка погнута. Да, поклевки есть щучины. Щука какая-то не особо активная. Мажет. Ну, хоть поклевочки есть, а то хорошо. Уху. Ух поклёвка! Блин, сход! Была поклёвка хорошая, рыбка и сход на 4 дюймовую резину, я думаю хорошая была. Сейчас посмотрим, что там с резиной. Была клевака, буквально секунду её подержал и всё. Так, что-то непонятно. Куда она долбанула? Резина вообще целая, поклёвка была чёткая. Резина целая. Как так может быть? Ладно, попробуем дальше. Оп, есть! Есть щука взяла на воблер, на этого, как его блин, добыл. На миражико. Что-то веду-веду, слышу так тык-тык-тык-тык, что-то тыкает и есть. Вроде неплохая. Да, хорошая щучка такая. В камышиках всё-таки не зря я тут стою. Ждал её, видела, нагоняла тут. Возможно другая, конечно, но такая хорошенькая щучка. Хотя нет, я думал побольше будет. Килушка где-то. Вот такая. Вот килушничек. Как раз вот эта щучка и появилась. Пойдёт меня на запекание сегодня. А вторая на уху. Такая щучка на миражик, на романомерочке долбанула. Вот, друзья, такая рыбка. Сейчас взвесим. Ну, думаю, такая килушка должна быть. 950, возможно. Если не включил. Ах, нету килушки. 880. Некрупная щучка такая. Думал, килушничек будет. Ну, как раз нормально пойдёт у меня на запекание вот эта щучка. А та, что поменьше, на уху. И всё. Вечер удался. В общем, щука вся в камышах. Сейчас стоит в траве. По руслу я джиговал, джиговал. Так и не было ни одной поклёвки именно с русла. А все поклёвочки в берегу. Так, в общем, друзья, решил я отпустить вот эту щучку мелкую. Я думаю, мне хватит с головой вот той, что побольше и на уху хватит. И на этот, и на запекание. Как бы обрать просто так тоже смысла я не вижу. Чтоб было. Так что эту. Плюсок у меня ещё есть один. Вот такую щучку отпущу. Иди домой. Так, ну что, народ, подплываю уже к месту ночёлки. Сейчас пол шестого. Хочу сейчас быстренько почистить рыбу. Займусь заготовкой дров, костром. Ну и буду варить уху и запекать рыбку. Здесь мы уже ночевали. Получается, я не доплыл до волыкой рыбыцы, к мосту. Перед горой. Такое местечко классное здесь. Как раз мы ночевали, бандой когда справлялись в прошлом году. Сейчас буду здесь ночевать. С дровами, конечно, тут туго. Ну, что-то буду придумывать. Как-то находить дрова. В общем, после обеда щучка особо не проклюнулась. Две поклёвки было у той и одна рыбка. Ну, в целом, день такой был неплохой. Поклёвок достаточно было. Хоть и мелкая щука, по ходу, била. Ну, поклёвки были. И две щучки поймал. Так что, можно сказать, сегодня щучий день. Этот головлиный спиннинг я размотал. Ну, даже ни разу его не закидывал. В общем, решил сегодня уже чисто по щуке упираться. А завтра буду уже больше по головлю. Там такие места пойдут головлиные. Так что, занимаюсь сейчас готовкой. Вот такое местечко. Уже даже смотрю, дрова есть. Кто-то уже позаботился. Спасибо им за это. Меньше работки мне на сегодня. Здесь палатку поставлю. Смотри. Буду сегодня отдыхать. Ну, первым делом уху сварить и рыбу запечь надо. Так, сейчас голову отрезаю на уху обязательно. И немного мяска на уху. А остальное тело для запекания. Вот так вот где-то сейчас отрезаю. Как раз на мой котелок небольшой. Так, и на две половинки вот так думаю. Нормально как раз в противень ляжет. Так, и на нём. Вот так вот. Вот так вот. Да, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok